приветствую меня зовут сергей гербст я мастер спорта по боксу и тренер файд фабрики сегодня мы рассмотрим работу джеба начнем с боевой стойки и постановки на ногах корпус развернут примерно на 45 градусов по отношению противнику правая рука на челюсти левая чуть впереди в районе виска локти на корпусе предплечье параллельно друг другу вес распределен 60 процентов на задней ноге 40 процентов на передней ноге коленочка под собой носочки подгружены такая постановка на ногах позволяет нам удлинить дистанцию и наносить более сильные удары за счет переноса веса задней ноги на переднюю задней ногой мы придаем ускорение всему телу которая устремляется вперед и инерционно разгоняет нашу руку джеб это прямой удар с дальней дистанции поэтому для того чтобы достать противника необходимо сделать шаг вперед затем за счет работы голеностопа уйти на дальнюю дистанцию от ответного удара при нанесении джеба корпус помимо шага вперед необходимо подсесть на ногах и сместить корпус в сторону чтобы не пропустить удар навстречу и затем также уйти на дальнюю дистанцию от ответного удара сдвоенный джеб наносится на шаги вперед но после нанесения первого джеба мы подшагиваем правой ногой к левой и наносим второй джеб с шагом вперед и уходим на дальнюю дистанцию от ответного удара следующий вариант который мы рассмотрим это повторный джеб после оттяжки то есть мы наносим джеб шагом вперед но не уходим на дальнюю дистанцию от ответного удара оттягиваемся от него за счет переноса веса тела с передней ноги на заднюю и наносим повторный удар и уходим на дальнюю дистанцию сдвоенный повторный джеб наносится аналогично работа джебом занимает примерно 70 процентов работы боксера в ринге джеб это очень эффективное оружие с помощью которого боксер контролирует дистанцию набирает очки пресекает атаки противника и раскрывает противника для своих атак а 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 Продолжение следует...